11 регионов России, от Москвы до Забайкалья, и более 800 участников, мальчишек и девчонок, парней и девушек, мужчин и женщин. Данные показательные, чтобы увидеть, насколько в нашей стране любят каратэ, древнее японское боевое искусство. В манеже универсального спорткомплекса Подмосковья в субботу и воскресенье проходил 14-й открытый турнир по каратэ на Кубок городского округа Щелково. Это на данный момент самый крупный городской именно турнир по каратэ в Московской области. Турнир имеет свою историю, турнир имеет свои традиции. И вот уже второй год подряд мы проводим этот турнир в два дня, потому что от количества участников, которые заявляются, мы уже не можем вместиться в один день. В мире существует большое разнообразие стилей каратэ. Но Международным Олимпийским комитетом официально признан только один вид спорта, самый массовый, под эгидой Всемирной Федерации каратэ. Спортивные состязания проводятся в двух дисциплинах. Ката – это демонстрация индивидуального мастерства и силы, комплекс приемов защиты и нападения, имитирующий реальный бой с соперником. Кумите – спортивный бой на татами уже не воображаемых, а реальных соперников, использующих приемы каратэ. Ката и кумите – единая система, которая не может существовать друг без друга. Уровень турнира в Щелкове, который, напомним, проводился уже в 14-й раз, растет год от года. Он соответствует стандартам и требованиям чемпионата и первенства России и проводится при поддержке Московской областной федерации каратэ. Ее президент Виктор Хан открывал соревнования. Оценивают мастерство участников специально приглашенные судьи всероссийской категории. Мы каждый раз приезжаем на соревнования с удовольствием, потому что организация самих соревнований, уровень подготовки спортсменов, конкуренция – все это просто на высшем уровне судейства. Вот одно из самых лучших, отмечаю, здесь который раз. Это мероприятие проводится Детско-юношеской федерацией каратэ городского округа Щелкова. Возглавляет ее Антон Николаевич Ракицкий, который теперь у нас главный тренер сборной Московской области по каратэ. Это важно. Для многих турнир является подготовительным или проверочным перед соревнованиями более высокого уровня, после которого можно успеть сделать работу над ошибками. Тренеры изучают возможности своих спортсменов в соревновательном режиме. Кто-то может психологически надломиться, кто-то наоборот, что называется, выстрелить. Это для нас первый выезд в этом учебном году, после летнего перерыва, несмотря на то, что сборы были. Узнали спортсменов из других регионов, с которыми в своем округе не пересекаемся. Подметили классных ребят, подметили какие-то, как вы сказали, новые техники. Да, есть моменты. Корректировку планов и работы уже сделаем по приезду обратно. По итогам двух дней соревнований команда городского округа Щелково показала весьма достойный результат. Наши завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Среди призеров семь девушек и четверо парней. Ирина Микеда, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.